Вообще кайф просто Меня аж сорвало с якоря просто Рыбачу я минут наверное 20 Это я не знаю сколько, я это замерю Это мой рекорд реально Концент, друзья, он просто стоял на месте Думаю надо еще покидать Вы посмотрите просто Просто посмотрите Друзья всем привет Ну что очередная рыбалка в таком красивом месте Птицы поют, тишина Сегодня вообще ветреная погода Я вообще ехал даже под замерз Вот у меня одежда теплая В которой я перемещаюсь По основной реке А когда сюда заезжаешь Здесь уже ветра нет И прям такая жара И вот одеваю полегче Вообще классно находиться здесь Это не только из-за того, что огромное количество птиц Вот эти звуки, вот это тепло А просто знаю, что сейчас в Сибири, в Красноярске Там ноль градусов Там ветра, холодно Загар такой появляется Вообще супер-супер А главное клюет рыба Вот сейчас я решил проверить вот эти вот коряжники Которые находятся вдоль этого берега Буду опускать быстро снасти Буквально 10 минут Вот как показала практика На червя Сазан если есть, он сразу берет И буду так проверять И периодически переезжать Также в планах половить жереха Никогда не ловил в жизни Но очень хочется попробовать Если будет бить, то обязательно спинником половлю Такие вот деревья И гнезда баклана Вон они сидят, смотрят на меня Интересно очень наблюдать на деревья Которые как будто покрыты белой краской Это не очень необычно смотрится Ну что, начинаем рыбачить Вот видите гнезда И вон они сидят Вон хвост торчит Это гуси кричат Классно, вообще супер здесь Так, короткое обоснащение Значит, жилет я снял Ведро, стул Которую я иногда использую даже в лодке Вот, и два удилища Буду на два ловить Потому что третий Ну и куда, зачем Удилища стоят в креплениях Борика фас Ну вот на них просто можно и ловить Когда закинуты снасти Ну я вот перевожу спиннинги Удобно, ничего под ногами не мешается Ну здесь всякие вещи Аппаратура Бак Одежду, которую я снял Из которой было, в принципе, тепло перемещаться Запасной бенз Ну и начинаю собирать потихоньку снасти Вот я оснастки снимаю И потом вот здесь смонтирую Так, вот здесь у меня червячки должны быть Сейчас пока вторую снасть собираю Уже на первую должно клевать Не знаю, посмотрим Червями крупные Крючок вот такой здоровый Вот, видите Харповый Вот, пробуем А вот прям коряжник я Сильно-то не буду, далеко Крючок Крючок Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, ну только закинул, вот вторую опускаю на дно, и на эту давай клевать. Сазанчик некрупный, но тут в корягах течение довольно-таки сильное. Прямо... Вот такой сазанчик... Вот он в корягах и стоит. Не дал мелочевки, поесть толком. Вот такой сазанчик начинает этот рыболовный день. Рыбачу я минут, наверное, 20. Первую точку проверил, мелочевка била, переехал, вторая точка есть. Сейчас покажу, какой коряжник здесь. Фуууу, кайф! Ну и таки большой, но очень даже вкусный. Вот такие вот размеры, они сам это... Тихо-тихо-тихо, на жарёху. подсак приготовил заранее вот так вот ребят коряжник очень хороший сазан прям вообще есть какое классный очень классный с ведро с водой и я думаю до вечера доживет несмотря на жару и закрываю холодочки хвост не помещать холодочки у меня будет и буду добавлять я надеюсь подсакрут детский да никто писал но выручает лучше чем ничего ну что друзья счет открыт смотрите какой коряжник почему-то стволы спилен я так понимаю на дрова забирали люди там с базы либо кто-то вообще вот ну как бы на останавливается на ночлег нужны дрова и вот подъезжать потому что в основном то нет деревьев а если есть то через камыш и тяжело проходить одеть подплыл там это отрезал сколько надо поэтому это они немножко спилен и вот дерево упало но тем не менее ветки вот здесь все они вот так вот под водой есть ну я кинул вот сюда вот между ветками за счет поклевка кому еще клюет творить прям чувствую тук 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 видали дальше у по есть есть прямом эфире а ну это небольшой ухо небольшое дерзкий какой а вот так вот мы его возьмем он ребят попала на сазановского что ребята вот такой малыш попался при поклевку удалось снять ряды к тык вот он мелочи на 3 ты быхает прям очень быстро фигачит а сазану то он начинает как бы заглатывать и прям ну небольшой конечно отпускаю тут даже не знаю может 800 грамм есть ладно я думаю тут есть и крупнее ребятки давай в коряжник иди обратно горяжник иди ушел в коряги в коряги создал весь корягах это друзья покажу сейчас коротко оснастка скользящий груз это основа у меня вот здесь вот есть карабин такое для того чтобы я быстро менял эти оснастки у меня оснастки готовы уже есть на 100 грамм если там течение маленькая вот а так здесь просто идет плетеный лес к 036 ну ладно начнут удилище удилище здесь наутилус это компания пиранья вот у них очень офигенно удилище до 200 грамм нас а за нас самый то и кончик мягкий то есть он реагирует на все можно ловить его блую все и в целом это конечно силовое вываживание он не ломается тут взял в охапку там три спиннинга положил блин прыгаешь на этих волнах и ничего спиннингом нет то есть это типа крокодилов крокодилы тяжелые там жесткие а этот легкие мягкие прям это лр-5007 спорт фидер вот называется у нее есть борт раннер то есть для плавного спуска если чё в случае поклевки вот и вот такие вот пучки червей не оставлю можно поставить такие груза можно ставить такие груза все равно главное что были скользящие вот в одну сторону они скользит тормозятся здесь либо застежкой либо вот в данном случае грузом маленькая дробинка вот и далее идет поводочек либо 0 2 либо из той же самой плетенки то здесь видите двойная плетенка для того чтобы она меньше стиралась вот и дальше такой крючок крючок использую вот такой вот вот смотрите то он мощный вообще это же я вместе со спиннингами заказал очень крепкие ну и ловлю вот с вами все видели вниз опускаю и ловлю что погнали он получается подергала и нужно проверять потому что скорее всего ничего нету ну чуть-чуть осталось мелочь же клевала карась килограммовый карась этот красище греть какой карась ты карась задергал что-то задергала вот вот она ребят вобла вот друзья настоящая астраханская вобла но размер конечно вообще маленький поэтому и и отпускаю конечно шершавая вся нерест идет вот есть у нее нормы вылова я беру про здоровых если прям грамм 300 попадается тогда беру этот пускай ну вот на этом месте чуть перестал сазан попадаться клюет мелочь будет сейчас переезжать в общем мелочевку бьет смотрите в дербанье дербанье там со всей силы и прям минута и все и и нет ничего на крючках в общем где сазан есть он сразу клюет перед перед воблой и сейчас буду так двигаться туда 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 дальше поеду я вообще дербанье все надо смещаться все погнали все в птичьей краски все деревья как положено попробуем вот 10 вот самые саданта вот буду проверять такие коряженькие то есть постоял чуть-чуть нет поехал дальше переехал опять попробовал нет и так далее вот если здесь не будет в ерике тоже выйду на основной канал и на глубине попробую вдоль камыша посмотрим заодно жереха гляну там ветер пока что но должен сейчас к обеду стихнуть таких цапель я вообще не видел кратконогих вот такие гнезда бакланов повсюду но это дерево еще не сильно покрашена чуть дальше сейчас будет а вообще жесть и они здесь повсюду повсюду прям просто вот стаями летают а вот дальше там уже до дальше там уже красота белоснежная близко подпускают а гнездах сидят вообще не боятся ничего ну типа про не достанете птица динозавр какой-то прям и 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 вот молодой прям какой-то птенец ну вот я привязался и вот здесь коряжник буду пробовать сейчас не знаю насколько здесь коряг много но попробуем барт раннером я вот так опускаю он не глубоко тут вот он есть а лещ лещ но лично особо не нужен еще мы отпускаем хорошие вещи были нифига себе вот такой лещ на засолку я бы в облуток уберу олещем костлявый что никак не особо нравится потом я его отпускаю хорошенький прям вообще дарит эмоции будто клюет сазан подсекаешь она еще такой плоский прям спасибо тебе друг в общем только приходишь на точку мелочи не клюет бьет только вот крупняк держится мелочи сначала клевать все бесполезно так можно в какие-то другие участки попробовать под гнездами бакланов даже трава особо не растет едкая штука поклевка в общем я посидел чуть-чуть сейчас буду переезжать дальше тоже перекусить охота на думала еще парочку сазанов щас найду и можно будет перекусить проверил еще пару мест нифига ну мелочь ловится в обла подлещики вот сейчас занялся такое место тень от дерева и прям вообще такой кайф не ветерка вот тоже на той стороне везде солнце здесь вообще одну удочку чисто закинул пью чай чаями как обычно травяной самодельный достану сейчас конфетку и поеду на основное русло вот там может быть покрупнее рыбы должна быть и может быть жерех будет посмотрим щекай есть ё-моё поклевка такая была поклевка такая была я думал все сазан но нет собираюсь спиннинг покидать жерех попробовать и вспомнил что не показал вам вот такую крутую вещь винт запасной ну то есть всем понятно что это запасной винт но это сделано из очень прочного пластика и это винт трансформер то есть у него меняются вот эти вот лопасти вот можно менять важно что втулка ну в случае попадания там в сеть в камне не повредится редуктор не срежет шлицы а вы знаете вот у сузуки у ямахи проблема что короткие шлицы и довольно-таки большая нагрузка на них вот здесь как бы это все срежется и не даст попасть на бабки это получается вот просто вот ломается сразу а винт где далеко херась такой металл да и это ну да вот на этих русских вихрях у них в шпонку срезала просто и все я вот вожу с собой винт девятого шага вообще там есть винты всех шагов вот так что вот такая крутая штука это очень быстро разбирается собирается вот но главное сохраняет мотор после ударов у меня поклевка вот так сошел оторвал блин смотри-ка чего вот это да поклевка прям такая вниз блин жалко ну ладно зато про винты рассказал в общем ссылка есть в описании я вожу с собой втулку лопасти и у меня под стоит читай комплект 1 то есть все нормально но стойко рж до гораздо дешевле чем обычные винта они стоят блин немало обычные стоит такой комплект меньше трех тысяч рублей а вообще по стоимости обычного китайского винта можно взять вот такие комплекты винтов со всеми шагами сразу 9 10 11 это я думаю будет очень удобно и практично для водномоторника вот это собранный винт из вот этой втулки вот из этой но это вот единое целое здесь все подходит вот они под шлицы пазы вот еще их просто ну как бы срывают и все нормально даже лопасти остаются целы просто достаточно будет втулку вот отдельно допустим вот так вот выглядит отдельно лопасть написан шаг вот 11 скоростной вот 9 стандартный вот и на ее ставится вот здесь гайка крепит это все дело все четко главное что докупать поломали там лопасть отдельно лопасти там покупаете там либо втулок несколько на покупал чтобы если срезала вот и втулку поменял лопасти обратно воткнул и поехал дальше нормальная тема мимо проезжал сейчас того места где поймал двух саданчик решил еще раз проверить ряжет может садан дошел что значит ничего себе ухты это да сазанчик попался вот опять на то же место приехал но есть какой ребят класс вот такой сазанчик взял опять в этих корягах на которой я приехал класс оклема как мелочь потекаю рост уходит уходит что-то худунул весь не будет то пойдем искать крупного давай расти ох ты бурлент неплохой коряжник вот здесь от но солнце лан чуть потерпим жерех ударил откинуть активный лирик рядом плещет я уж не на какой размер ну попробуем есть есть ребята мой первый жерех сплеснулся по мельче ох какой он какой здоровый ухты ё-моё ребята мой первый жерех а это первый мой жерех первый самый первый долгожданный воблерок поставил небольшой вот здесь хотел сазана половить коряги корягах такое дерево лежит классная самых-самый коряжник за куточек спиной стал к солнцу солнце палит а сплеснулся там как так может они и плещутся так еле-еле я то думал что они там бить должны отрядчик еле-еле сплеснулся такой как бы как шлепок небольшой бог есть кайф блин вот это страх и эмоции дарит супер друзья первый жерех что-то еще на борьба течение вот такой может два килограмма не знаю как примерно то они выглядят морда то у него какая классная широкая зацепился прям за задний крючок ухты пришли вплеснул как сзади я удачно встал походу здесь сейчас половлю жерехов ты мой первый жерех я не знаю тут ну может полтора килограмма два я знаю что здесь есть конечно крупнее но это супер эмоции фух ладно отпускаю потому что я копченого потом куплю вас арханском этом рынке заодно вам покажу давай парень ох сильная рыба их и сильная рыба ребята сзади еще сплеснулся еще покидаю даже создано уже не хочется ловить хочется пока плещется половить жерешка а еще сплеснулся рядом прям ничего себе я удачно встал по ходу медленно медную проводку делал такой удар прям а вы вас приснулся еще плещется плещет смотреть передо мной ребята каждая проводка это еще здоровее это хороший блин они все хорошие они все классные о этот еще больше вот это хари вообще вот это да смотрите он полностью заглотил полностью заглотил воблер еще и поперек как-то тут насколько голодная рыба ребята у меня просто не не знаю эмоции переполняют смотрите какой вот это уже трешечка вот это уже трешка конкретно просто супер здоровая рыба класс смотрите какая красота это жерех я никогда в жизни не ловил ребята никогда тут расплещется чё-то думаю два заброса два жереха жесть какая-то вообще я в раю я в рыбацком раю так сейчас ничуть и ты конечно схватил плыви друг очухался давай друг еще забрасываю плещется плещется сейчас надо сюда кинуть вот он здесь ты лишь выпрыгнул вот это да наш выпрыгнул так как ограничить наверно одним спиннингом он плещет плещется откидать вот я буду смотреть и то и то общем опа удар был удар был тут это да тут был удар я вот рядышком есть хороший хороший вот она меня шел вот она здесь плещется там еще большой но бодрый лодку не пробить супер рыбалка супер рыбалка ух ты какой удар какой удар вот это кайф конечно их ловить смотрите пошел по течению против течения даже не сопротивляется подсак не буду брать потому что ух ты слушайте он тяжелый фига себе хотел поднять я теперь понимаю почему вот на жариха любят очень люди порыбачить это очень крутая рыба это такая борьба опять плещет смотрите и столько эмоций от вываживания от борьбы я понимаю почему здесь гидов нанимают и еду тут на эту рыбалку что даже такие небольшие рыбки сопротивляются очень классно там еще плескался ух ты прям вылез весь из воды странно там провел несколько раз лимия сорвало не сорвало надо поднять зацепиться за коряги обалдеть только я так рыбачу офигеть вот эта поклевка смотрите просто вообще не поднимается это что за монстр там вообще не хочет когда это что такое что за рыба еще один сплеснулся офигеть вот это это жерех что ты такой я его взвешу я его взвешу обязательно ребята смотрите это просто просто гигант какой-то это меня аж сорвало с якоря просто это я не знаю сколько я это замерю это это мой рекорд реально вы посмотрите просто просто посмотрите вы посмотрите это это что такое вообще жизнь просто какая-то я не знаю как описать свои эмоции все хоще это что за рыба такая просто огромный просто огромный как он супрузил просто стоял на месте утяну он нифига не идет это жесть какая-то просто жесть надо замерить отпустить так и достаем весы намеряем 3 600 3 600 ужас ужас просто ужас я не знаю вот это надо съесть реально в астрахань это просто какая-то космическая рыба я не знаю в экран не лезет так ладно отпускаем не будем мучить класс вот это класс ребята вот это класс ну чё ты пойдешь сам здоровая ну как они сопротивляются хочется еще подержать его супер ребята вообще сверх эмоциональная рыбалка вообще вот эта вся поездка вот эти эмоции это там 1 вобла в руках и не знаю сазан вот этот неприподъемный эти жереха блин гиганты вообще промысел вот посмотрел как промысловики живут весь сгорел блин но этого стоит часто хорошо заширтовал сидеть в кумыше думаю надо еще покидать 3 600 жесть просто у него заглубление всего один метр я не знаю как делают другие но я вот здесь от рисую цифры чтобы понимать потому что он упаковки же выкидываешь постоянно он еще плещется обалдеть крючки все погнутые но я сейчас подправлю вот дальше ловить а вообще я взял джиги там какой-то на всякий случай но больше рассчитывал конечно крен вот эти кренки у меня заглубление два с половиной вот видите как я царапаю на этих на лопатках вот и понимаю сколько какой кренк заглублением допустим беру скупе 30 ведь 30 3 метров так что это самое ну джиги здесь не пригодятся я думаю судака я не собираюсь ловить а еще по на поппер говорят ловится и на радлины мне пока и на этот нравится ящик ребят тоже показывал прошлый раз ссылки вообще на все снасти будут в описании только не знаю на этот воблер и вообще сам магазин покупал а ну вот написано что тут изюми 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 мастер царапаны порезаны крупный он сопротивляется вообще не по-детски просто просто не по-детски просто колом встает никуда не идет труд небольшой двигается и тоже неплохой просто кайф ребята это кайф и не рыбалка ну да небольшой 2 килограмма на сопротивление борьба это прям вообще шикарно шикарно блин что-то жарко очень в тенек ехать четко такая шершавый давай беги о как плечется везде плещется просто просто везде плещет вот такая классная рыба так ну что друзья решил немножко отдохнуть жарко и вот здесь вот есть тенек попробую вылезти рядом с коряжником немножко перекушу и дальше буду рыбачить может жара чуть спадет а что-то тяжело уже посмотреть классное место такое попробую туда прям заехать чтоб спиннинг не сломать все это сейчас тенечки отдохну хорошее место то жарко что-то прям вообще так да полянка хорошая вообще все четко вот зелень такая есть ой фига баклан мертвый чуть тут гуси-гуси полетели это баклан мертвые леска почему-то висит чуть непонятно путался что ли странно так ладно сейчас еду достаю очень помимо того что здесь такая полянка вот я выгрузил вещи сейчас чуть приготовлю еще высокий такой камыш жизнь за метр по 4 вот и вот так вот это огромное дерево которое уже наклонилась вот вот скоро упадет здесь очень много коряк вот листочки распускаются почки такие появились все скоро лето ну что я решил яичницу приготовить у меня есть два свежих яйца маслом я как обычно нет ну ладно кубасу обжарю она немножко сок этот выпустит и еще и собой взял хе из судака говорят что рыбу не надо на рыбалку ну я вот взял собой мой запах лучок морковка уксус ух огонь огонь ты съем зуба так что здесь уже все взял ха с ухо кубаса и так что есть и так что так что правда заедали ухо кубасу со всем пока ничего не сломали так что это просто внутри рыбалка вообще получается как я люблю прям и рыбы ловится и тепло и все вообще все все факторы я надеюсь видео вам тоже нравится поэтому не забывайте выражать свое мнение в комментариях это важно так ну чё добавляя сыр не весит чуть-чуть тебя проголодался уже на каждую колбаску и по краям сейчас надо крышку будет придумать открыть чем удерживать выключаем у нас получилось смотрим все расплавился отлично то что надо чуть остынет можно есть ты правда можно одной хешкой наестся судак эта тема как надо ну что друзья у меня получился отличный обед тоже сил потратил много вот такая красота получилась то есть это ну яичница с колбаской колбаска вареная уже ну немножко поджаристая и сверху такой вот сыр ламбер вот сейчас перекусываю отдыхаю ой блин вообще такие эмоции я думаю еще половлю жереха и уже когда будет жара стихо ну уменьшаться попробую еще по коряжнику пройтись половить сазана вот это называется приемка промысловики сдают сюда рыбу и и потом вот так тащит сдавать дальше и отправлять на рынке россии москвы и прочим друзья ну что отдыхать конечно хорошо но время то идет и скоро возвращаться с астрахани домой вот хочется еще насладиться этими поклевками вываживанием поэтому сейчас спускаюсь сажусь на лодку сразу в коряжник стану также закину на сазана и буду жереха прокидывать если всплески будут но сейчас вроде потише стало но тем не менее все погнали в китае заказал вот такой вот двигатель но это насос электрический для того чтобы из баков переливать особо не пачкаться ну и без воронок без всякой шляпы а еще вот допустим у меня тут набежала вода тут то сазан прыгал то еще что-то вот это я щас таким образом высосу туда пошла ведь убежал и все его оставляю он сейчас пока я вещи загружаю он у меня здесь все уберет лишнюю воду 10 прям плескался жерех сейчас попробую туда же был сейчас вот он вот он и раз промазал потом когда вообще подъем нет небольшой запротивляется как сопротивляется как вот он здесь и плескался так чуть до хороший хороший попробую взять я вообще и он перекусил только что снял футболку решил супа загорать а он боком я думаю чун какой дерзкий не он так-то дерзкий но когда боком тащишь против течения это вообще вот эта рыба ох и классная рыба и пиявки он не давайте помогу сбавиться от них здесь пиявки присосались красавчик вообще вообще красавчик жесть просто один заброс готова так ну что вам еще пока ловится надо ловить крифовать сибири такого не будет и главное сначала так промазал ну то есть прям такой касание какое-то было а потом прям ух туда очень круто очень крутая рыбалка папа тарчик был небольшой небольшой вообще хмары каких полетели небольшой вот так ну друзья смотрите весь шершавый это в грязи весь сумец в гре вода мутная класс эта рыбалка вот это поклевки жизнь кажется сазанта по цене и в качестве пищи говорят копченые вкусно я в конце последней серии вам покажу как я буду покупать на рынке астраханском таких вот астраханских рыб давай ну поехали давай 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 шел красава так ну что хочется что-то крупнее уже что ли аппетит приходит во время еды его сначала такой тык то есть промазал и потом увидим разворачивается и атакует снова ты прям ждешь уже такой удар что это за рыбин и такие пока непонятно как перпендикулярно течению прям давит 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 хорошая рыб ухода он не хочет не хочет поднимать ой да хороший хороший ой 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 очень хороший хороший вообще с красным плавниками смотри че творит а класс просто класс этот хороший прям такой бодрый вот этот трешечка замерить что ли глаз привыкал 292 953 килограмм ровно практически они все в пиявках смотрю явки прям это поможем избавиться от нечисти и отпустим ну давай друг какая классная рыба все-таки ребят такая борьба с ним чё ты готов готов нет погнали супер крутые эмоции вообще руки устали чего надо укрупняться учит комары тут проводов камыша папа дарчик был еще удар ничего себе чё что не может догнать то сильно кручу папа удар 5 какой-то кайфа ребят небольшой девушка наверно супер так все я жереха наловился надо сазана ловить идти круто вообще очень здорово классная рыба классные эмоции поклевки да все все здорово главное что рыбалка несложная получается чуть кинул там где всплески а если нет всплесков то просто на течение и тащишь не зацепов ничего просто спокойненькая проводка равномерная бьет сильно вот иногда даже подсекать не надо он просто в обратку сразу как пойдет то есть прям вообще вот так вот примерно norte хороших не могу из течения снять или боком опять богом-боком но такая трешка вот такая трешечка друзья не думал не гадал я что будет вот так вот сегодня вот такие вот рыбы блин камера заляпанная ну ладно вы думаете все поймете потому что брызги летят рыба сопротивляется сильно очень здорово очень здорово такая рыбалка наверно бывает раз жизни когда ты помнишь вот эти эмоции потом видимо ты привыкаешь уже знаешь и уже может быть не то даже но я рад что вот это получилось удалось вам заснять даже такие красивые кадры на этом все же лихова рыбалка хватит надо и мир узнать и сазана хочется поймать мама любит сазана и бабушка мне вести еще и отпускаю ночью давай рыба мечты готов классная рыба очень классная рыба ты поборолся ты красава поехали это авто тут так все хватит на сегодня чуть-чуть позагорал надо одеваться буду сейчас одеваться а то сгорю вот и поеду в тени окнать на сазана погнали так ну вот коряги здесь тенек от камыша должен быть встанем тут аккуратненько глубина небольшая но коряги должна быть в коряги бросим одно вот здесь камыш сразу что-то ух ты личку по хороший хороший за кило наверно тут вещь вот это вещь были но здесь и морю какую лещу без лещ ты клещ ну и сазан должен здесь быть сто процентов чёток сегодня поймал и леща и губу жерехов сазанов карася окуня не хватает а сейчас здесь на посижу и все и поеду устал уж жаркой коряги коряги что это там такое сначала не было ничего я потом западал что такое чуть такое не понял сначала что-то сорвалось и видимо зацепил то что находилась выше я и думаю что подсёк нет потуру что-то поехала куда-то лещ идет стеной короче нифига он дерзкий фига он дерзкий лопату поймал а есть какой вообще тут вещь тут вещь да супер суперский вещь вот такие вещи хлюют на этой точке один с другим слоями идут прям стая какая-то допустим солнце наклонится потихоньку к горизонту буду на сейчас завершать рыбалку встал опять коряжники вот сразу лещ клюнул хороший прям вообще нормально вот ну и так милость тряпичную течение течение вот но не так глубоко как я думал ну ничего сегодня прям эмоции вообще получились отдохнул посидел все здорово ладно ребята все всем спасибо за просмотр что смотрите меня и на ютубе и на яндекс цене ссылки все в описании в том числе на снасти которыми я пользуюсь там на лодку лодка у меня роджер сфера там на мотор на удочки снасти все там винты которые я показывал кто-то будет спрашивать там про насос которым я пользуюсь все есть в описании а то многие задают вопросы в комментариях а где это что это где покупал для этого всегда размещаю в описании все ссылки все ребята класс рыбалка я просто эмоционально счастлив по рыболовному пока оформляют меня вот это и не все и и того хоть два . 3 не качество так можно до шартоваться на наш на 3 на или понятых трав грозит вот-вот а этого нет у вас собой да вы обвиняете вы знание не освобождает ответственность ну а вы потом напишите что вы меня не надо снимать я не хочу но гораздо лучше выписывать штрафы я все вас мацы